Когда апостол Павел свидетельствует, что для того, чтобы человек спасся, невозможно просто избрать его. Потому что для того, чтобы так сделать, просто простить, нужно Богу отреться от своей праведности, от своей святости. Чтобы человек жил в присутствии Божьем. Поэтому многие из богослов утверждают, что огромная проблема грешника – это святость Бога. Святость. Никто ее не знает. Но когда она приходит, получается то, что происходило с Петром, то, что происходило с Исаией. Мы об этом говорили, что три таких момента, которые мешают прийти – это невежество, это неведение. Человек не понимает, правильно, не чувствует нужды, он не чувствует греха. Вообще, они, написано, дойдя до бесчувствия. Вот это бесчувствие, оно царит. Для того, чтобы его действительно разрушить, для того, чтобы проповедовать Божье Слово, нужна действительно сила Духа. Поэтому апостол Павел так и говорит. Он говорит, наше оружие сильно на разрушение тверды. Человек не чувствует себя грехом. Он не чувствует нужды во Христе. Нужен закон, нужна святость, нужно проповедовать святость и праведность Бога. И, братья и сестры, проблема, которая показана в 10 главе римлянам, это как бы сопоставление того, что происходит. Это праведность, которую евреи усиливались поставить по причине невежества, неведения, неисследования Писания, непонимания момента праведности Бога. Это, они усиливались поставить собственную праведность. И праведность от веры, это то, что сталкивается и то, что Павел уравновешивает в 10 главе послания римлянам. Мы прочитаем, братья и сестры, с 5 стиха и по 11. Но весь текст мы не возьмем. Весь текст мы не возьмем. Мы возьмем с 5 стиха по 11. Написано так в Слове Божьем. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то из Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то из Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово. В устах твоих и в сердце твоем. То есть Слово верой, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постоится. До сего момента. Павел показывает, что в израильском народе, в народе, который имел такие преимущества, такие благословения, царила самоправедность. Он как бы сопоставляет эти две праведности. Они просто противоречат друг другу. Ну, в чем? Смотрите, что он говорит. Мы... Что такое праведность вообще? Что такое праведность? Праведность это то, когда человек находится в правильном положении перед Богом. Праведность это то, когда Бог одобряет человека. Это не когда человек одобряет себя, потому что это и есть самоправедность. Многие люди утешаются ею. Они живут в этой самоправедности. Они готовы тысячи раз утверждать, я ничего плохого не сделал. Они готовы думать, что мы здесь находимся в некоторых рамках таких религиозной праведности. Религиозная... Они даже понять не могут, что происходит. Они не могут понять. Почему человек жил такой жизнью, а потом вдруг изменился. Потом подходят с этими нелепостями и говорят, ну ты запиши там к себе его. Бодьки, хорошие люди, они такие поганые, ну ты запиши. И я не знаю, как отвечать на это. Запиши, это что такое? И он станет свободным, и он перестанет. Он не усидит, грешник, в собрании праведных. Не устоит тут. Потому что в нем нет ничего от праведности Христа. Они не понимают. Поэтому праведность, это когда не я себя считаю правильным перед Богом, а когда Бог видит меня как праведный. Это то, что происходит, потому что люди готовы видеть себя праведными. И мы склонны к этому, потому что в нас остается нечто от греховной природы самоправедности. Мы готовы иногда удешаться и чем угодно? Служением, поведением, святостью, мудростью. Поэтому Павел везде на это делает у Бога. И ты, что ты имеешь вообще? Что дашь? Чего бы ты не получил? А если получил, что за похвальба? Что ты делаешь? Я ничего не имею в себе того, чтобы я не получил в Иисусе Христе. Вообще ничего. Гипотетически всегда лучше допускать, братья и сестры, тот момент, где бы мы были, в какой точке, если бы Христос не вмешался в нашу жизнь. Допускайте. Мечтайте об этом. Увидьте. Где бы вы были, что бы у вас было, с кем бы вы были и что бы вы делали. Гипотетически это всегда полезно делать, потому что все, что я имею, я получил. Я получил во Христе. Поэтому праведность, это не то, когда я думаю, как стать праведным. Это не то, как бы я хотел быть праведным, потому что недавно так получилось. Тамара Ивановна просто попросила сотрудницы, пообщались мы с ней. Потом сегодня разговаривали. Она говорит, ну я же люблю выпить. Понимаете? Они не в том плане, а абсолютно образованный человек. Грамот. Это человек, работник образования, ну приличный человек. И он думает, что мы здесь, мы можем сделаться угодными Богу. Вот это и есть самоправедность. Когда я вижу, как будто бы, как я могу угодить Богу. Но Писание учит, что нет праведного, ни одного, нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Никто. Ни один не может быть праведным. Нету человека, который бы жил на земле, был святым и не грешил бы. Парадос, да? Был святым. Нет человека праведного. Это экклесиаст, который делал бы добро и не грешил. Поэтому нужно не то, как я себя вижу праведным перед Богом. Нужно не то, как я себе представляю праведность. А нужно увидеть то, как Бог видит праведность. Как Бог хочет, чтобы я был праведным. Поэтому с этого начинает апостол Павел. Он говорит, Моисей говорит о праведности от закона, что исполнивший его, жив будет. Но дело в том, на что, братья и сестры, Павел делает упор. А он как раз делает на то упор, чтобы мы понимали, что наша праведность, которую мы получили через веру в Иисуса Христа, она не противоречит закону. Она от закона есть. Это праведность от закона. Это активное послушание Христа. Это то, когда Христос исполнил все, что я нарушил полностью. И сейчас, кто живет по закону? Кто оторвал себе руки и выколол глаза? Кто? 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 Наша праведность, как запачканная одежда. Христос показал свое отношение к праведности. Он сказал, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Если рука что-то не так делает, оторви. Лучше калекой войти в... Христос показал, насколько праведность Бога высоко. И по сути, что делает Павел? Он хочет, чтобы мы, видя закон, как раз перевели свой взор от своей собственной праведности на праведность Христа. Чтобы мы поняли, что через закон, через дела, я не могу прийти в церковь, начать что-то исполнять и войти в вечность. Нет, не могу. Поэтому Павел показывает, что та праведность, которую мы получаем во Христе, это та же самая праведность и тот же самый закон. Но вся суть в том, что я не вижу себя праведным. Я вижу праведного Христа. Он праведник, раб мой. Оправдает многих и грехи их на себе понесет. Он праведник. Один праведник. Был по закону. Поэтому Павел хочет, чтобы мы поняли, праведность та же, закон тот же. Но одно дело жить по букве закона, пытаясь нечто, знаете, воспроизвести в себе. А другое дело иметь дух закона через Иисуса Христа. Потому что так написано в 7 главе, мы уже читали об этом, в 8 главе, закон Духа жизни во Христе Иисусе, Дух жизни дал этот закон. Мы видим букву, и буква ничего не делает. Люди видят букву и думают, что это надо соблюсти, это надо исполнить. Это невозможно исполнить. От этой мысли нужно отречься, потому что все Писание убеждает. Мы проповедуем закон, братья и сестры, не для того, чтобы научить людей понимать, а для того, чтобы люди наконец-то поняли, что нет шансов вообще перед Богом оправдаться делами. Каждый из нас, придя в церковь, может убедиться. Особенно сейчас, когда мы на малых группах изучаем закон. Мы видим, насколько закон глубок. Куда он достает закон, туда никто не достанет. Мы видим глубину поражения греха и порока. Что все человеческое естество полностью поражено. Поэтому Павел, он не то, чтобы допускает возможность, что кто-то может исполнить закон и потом войти в царство. Нет. Он говорит, исполнивший его, жив будете. А это Христос. Исполнивший его, это Христос. Потому что именно он исполнил весь закон. Он показал силу закону. Его власть, его святость. В пророках написано, что Христос пришел, чтобы люди наконец-то увидели, что значит исполнить закон. Что значит жить по закону. Поэтому евреи видели, что он проповедует, как власть, имеющая его проповедь, этот дух и жизнь. Он и есть закон. Поэтому дальше о чем идет речь? Он говорит, потому что... А праведность от веры, он как бы не противопоставляет. Смотрите, что говорит праведность от веры. Кто взойдет, не говори, в сердце твое. Кто взойдет на небо, то из Христа свести. Или кто взойдет в преисподнюю, то из Христа из мертвых возвести. Что происходит, братья и сестры, когда проповедуется Евангелие и Царство Бога? Сколько раз вы слышали эту фразу? Кто там был? Ты был там в небесах. Ты был там. Ты видел этот суд. Ты видел этот ад. Праведность от веры. От веры... Смотрите, что праведность от веры говорит. Чтобы быть праведным перед Богом, я должен перестать так мыслить. Это неверие. И это неверие, смотрите, что оно делает. Христос, будучи послан Богом, сошел на землю. Христос, будучи послан Богом, сошел на землю. И когда я так говорю, кто там был, я отрицаю пришествие Сына. Я уничтожаю Евангелие. Это та спасительная надежда, которую Бог, Христос, сказал, чтобы вы знали, что Бог послал меня. Я послан Отцом. И когда человек говорил, кто там был, он просто отрицает уничижение Божьего Сына. Это предзнаменование погибели. Это отрицание Евангелия. Или кто был в преисподней Христа из мертвых... Вы же христиане. Вы же называете себя верующим... По сути, Павел убирает преграду. Он говорит, что праведность от веры никогда так не скажет. Потому что это и есть отрицание Евангелия. Когда они так говорят, они отрицают Евангелие. Собственные свои погибели. Поэтому праведность от веры, она так не говорит. Человек должен понять одно, что Христос оставил славу неба, сошел на землю. Сошел на землю с одной целью. Исполнить закон и понести проклятие закона за грешник. Праведность от веры не отрицает ада, потому что Христос сошел в преисподнюю. И, по сути, вынял оттуда всю церковь. Через воскресенье он вынял из этого состояния всю церковь. Духом святым. Вся церковь поднялась, воскресла со Христом. Воскрес. Поэтому, когда мы говорим о праведности от веры, то естественным образом человек должен верить, что Бог сотворил небо и землю. Бог дает народу Своему небеса. И по одной только причине, что Христос пришел, чтобы исполнить закон. Дальше что говорится? Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. По сути, чтобы быть праведным перед Богом, Павел говорит, что вера должна двигаться в рамках Писания. Поэтому, как часто мы встречаем людей, которым мы задаем вопрос, а вот что ты веришь? Он говорит, ну что Бог есть. Так и бесы веруют. И это им не помогает. И это им не помогает. По сути, Павел говорит, что вера, которая приносит праведность, она движется в рамках Писания. Где мы видим Христа. Где мы видим Его жертву. Где мы видим все принципы, законы. Где мы видим праведность и славу Божьей. Это то, что Павел сначала убирает преграду, заметьте, чтобы не было ничего, не мешало ничего. Чтобы я понял, что небеса это то место, откуда сошел Христос. Преисподняя это то место, откуда Христос вынял меня лично из Преисподней. И чтобы я увидел, что праведным может быть человек не благодаря тому, что он делает что-то. Или он не курит, или он не пьет. Праведным он становится, когда он верит тому, что говорит Бог через апостолов и пророков. Когда я верю, что Христос был послан ради меня. Праведность от веры, она склоняется перед Христом, потому что она идет в рамках Писания. Бог говорит. Хочешь быть праведным, верь всему, что Он говорит. Не хочешь, будешь в аду. Веришь ты, не веришь в это. Отрицаешь ты, как хочешь. Все равно реальность такова. Что праведная от веры, она зиждется на слове. Мы приходим к Богу через слово. Растворенная вера. Мы становимся праведными. Слово стало плотью, по сути. Христос принес учение, братья. Он начал проповедовать о Царстве Божьем. Большинство проповедей Христа были аббаде. Заметьте, рай практически не упоминался. Потому что люди, которые находятся уже двумя ногами в таком положении, им нужно проповедовать то, что есть на самом деле. Поэтому слово, которое близко, оно в устах наших и в сердце нашем. Мы это слово проповедуем. И чтобы быть праведным перед Богом, человек должен иметь веру в это слово. Он должен преклониться перед словом. Он должен двигаться в рамках Писания. Поэтому, когда мы встречаем таких людей, братья, которые говорят, кто там был или не был, мы должны проповедовать им Божье слово. Мы должны задать им несколько вопросов. Во что человек верит? Он верит ни во что. Он верит ни во что. Он не знает ни принципов, ни духа Писания, ничего. Он понимает, что он грешник, он даже готов каяться, но он не знает, что жизнь это дух Писания. Жизнь это сам Христос и есть. Поэтому наличие в нас праведности, его приносит само слово. Когда мы знаем, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, Он исполнил законы, взял проклятие с законом. И когда эта праведность приходит в нашу жизнь, мы одухотворяемся. Мы оживаем, братья, мы оживаем. Мы становимся праведными. И жизнь это показывает. Это не рамки, это не правила, это не какие-то рецепты в церкви, это не правила церкви, которые церковь предложила верующим и сказала, ну, хотите быть верующими, будем вот так себя вести. А кто не может так себя вести, тот не верующий. Это не то. Это естество, это жизнь, это дух внутри человека. Поэтому те люди, которые думают, что для того, чтобы быть праведными, нужно что-то и фо, это и глубоко ошибаются. Про единственная возможность у грешника переступить через это место Писания, где написано нет праведного, ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Единственная возможность переступить через это место Писания, увидеть одного праведника. Это Христа. Это тот праведник, который приходит полон даров. Он оправдывает грешника даром, ни за что, вообще ни за что. Даже воля в этом безучастна. Дух Божий придет, приходит и воздействует на внутренность человека. Отсюда вытекает все, его желание, его покаяние, его крещение, его служение. Отсюда вытекает все. Поэтому, по сути, Павел не противопоставляет праведность от веры, праведность от закона. Не противопоставляет. Он говорит, по сути, это одно и то же. Только объектом являюсь не я, а объектом являюсь Христос. Вот моя праведность, вот моя жизнь, Христос, который исполнил все и взял проклятие закона насилия. Вот отсюда. И все это из Писания. Поэтому близко к нам слово, которое проповедуем. Его надо проповедовать людям. И хорошо, когда человек может объяснить эти моменты. Давайте сказать, что тебе надо покаяться, это вообще не скажет ничего. Да, покаяться надо. Бог повелевает. Но нужно показать причину покаяния. Нужно показать, что мы, будучи грешниками, Бог отдал своего Сына, чтобы дать мне возможность оправдаться перед Его святостью навсегда. Вот что нужно проповедовать. Он сам покаяться. Он сам почувствует, что Евангелие Божие это сила ко спасению. Это дух, это вера. Это то, что приходит и отнять это нельзя. Поэтому пусть Господь благословит. Чтобы мы видели, что закон, братья и сестры, он дан не для того, чтобы мы... Им нужно пользоваться, братья и сестры. Им нужно пользоваться законом. Нужно. Он же детоводитель ко Христу. Чтобы показать их неправедность, нужно говорить. Я недавно встретил человека, сейчас скажу, около 20 лет мы с ним не виделись. Он вполне приличный, там где-то живет. И все там есть тоже. И деньги. Единственный момент. Мы заговорили за брак, за семью. И так получилось, что... Там свои моменты. Я говорю, Писание говорит... Простые вещи мы должны говорить. Писание говорит, что брак перестает существовать в момент преребодия. Брак не перестает существовать в момент развода официального. Брак перестает существовать в момент преребодия. Потому что совокупляющийся с блудницей становится одно тело. Поэтому вот эти моменты нужно говорить. Нужно, чтобы люди видели святость Бога. Люди понимали, что мы не можем быть праведными перед Богом. Никак. Невозможно. Мы можем увидеть праведника. Мы можем положиться на него. Мы можем проповедовать его. И полагаться на Писание, на Слово Божие. На авторитет. Это авторитетность Писания. Вера это не абстрактное, размытое понятие. Не фантазии и мои собственные представления. Вера от слышания от Божьего Слова. Это дальше будет в 10 главе. Это дальше говорится. Поэтому вера имеет четкие принципы. Вера это выражение, мощное выражение убеждений. Когда ты молишься на основании своих убеждений и воздаешь Богу славу. Это вера. Когда ты действуешь по принципу твоих убеждений и стремишься к тому, чтобы твои убеждения стали реальностью твоей жизни. Это то, к чему мы идем. Это то, что преобразует нашу жизнь. Это праведность Иисуса Христа, которому слава, честь и покойник. Аминь. Служение хоро.